Отчего в какой-то момент Он приходит в храм и приводит своих детей, чтобы благоговейно принять одобрение за эти первые шаги на пути к Богу. А вот всегда ли он впоследствии сохраняет это благоговение, всегда ли неустанно идет этим путем, прописывая историю своей жизни, в которой крещение только один эпизод, и как меняется жизнь от него? Об этом в историях с продолжением. Такую встречу Дано пережить не каждому на белом свете. В ней радость от победы, которую вряд ли удастся кому повторить, и гордость за земляка. Когда отчетливо становится понятна связь этого круглого, ласкового слова «земляк» с глубинным смыслом слова «земля». Сибирская земля встречала в 1972 году своего первого олимпийского чемпиона Ивана Ерыгина. В Мюнхене из положенного часа на семь поединков он потратил 8 минут 40 секунд и всех семерых соперников уложил играючи, ошеломив зрителей и судей, заставив ликовать красноярцев, окончательно покорив сердце своей Наташи. Это был триумф, и это была как раз середина отмеренного ему пути. Ну, как говорят, повезло Ивану, повезло мне. Все может быть. Единственное, я не согласен с тем, что я после него живу. Вы понимаете, это неправильно. Наши воспитанники нас должны провожать, а мы... Я ему предсказал, я ему это дал направление в том плане, что я ему сказал, когда ты будешь чемпионом Советского Союза, когда ты будешь чемпионом Европы, когда ты будешь чемпионом мира и когда ты будешь олимпийским чемпионом. Я ему предсказал. Ну, как предсказал? Я со скамьи студенческие так это отработал. Видно, кто это свыше распорядился, чтобы на футбольное поле, где играл совсем юный Ирыгин, пришел Владимир Ильич Черков. Ну, как можно с первой встречи увидеть в парне, играющем за автошколу, будущую славу страны? Черков увидел. А Иван, еще не понимая значения этой встречи, нет своего предназначения, уехал в свою Сизую на каникулы, даже не предупредив тренера. Сизаи. Расправлял плечи, словно крылья поднимал. Впрочем, как можно теперь говорить о тех ощущениях могучего богатыря, который дарил эту свою Сизую деревню, Голубую речку, потом всем своим именитым друзьям, желая сделать из деревни рай, если его уже нет. И не переспросить, что больше его сюда тянуло. Природа ли сибирская, семья ли дружная, где тебе всегда рады? Иван вырос в большой семье, уже всем известно, где было 10 детей, 6 братьев и 4 сестры. 10 детей? Да, 10 детей. Иван очень любил свою семью сибирскую, он даже гордился своей семьей. Этой семьей всегда управляла мама. Материнство тогда было в почете, и 10 детей стоили золотой государственной звезды, лучами осветившей путь детей, а лучи исходили из сердца матери. Умевший шить, позволяющий на своей машинке детям даже свои имена царапат, лишь бы сами тоже научились. Умевший печи класть, да и то сноровка и сила были, от отца видно, высоченного, крепкого пасечника. От него и этому научилась, по 100 улей Ерыгина держали на семью. И по 3 коровы, и гусей, и поросят, ведь всех же учить надо было и кормить. И все Ерыгины дружно работали, как будто каждый день старались доказать верное происхождение своей фамилии. Ярый, огненный, крепкий, сильный. И вот в эту семью, в Сизую, и приехал тот самый Владимир Ильич Черков и заверил отца. Уже ждут Ивана медали и России, и Советского Союза, и мира, и убедил, какая это выгода и честь для семьи. И отец улыбнулся и отпустил Ивана. Может, ты правда чемпионом станешь? Мы, вольники, и нет прекрасней спорта, Так было, есть и будет так всегда. Мы, вольники, мы вольная когорта, И светит нам Ерыгина звезда. Мы знаем злость, но мы не знаем злобы. Мы на ковре враги, а за ковром друзья. Да, мы бойцы, но мы не кастоломы. Нас можно победить, но нас ломать нельзя. Вольная борьба, вольная борьба, Это не уличенье, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Все обещания первого тренера сбылись. Золото и наград не пересчитать. В музее, открытом в 98-м году, Выставлена лишь часть тех славных примет, За которые односельчане теперь уже забыли. И то, что в школе он не был блестящим учеником, И любые пацанские выходки. Они, как и земляки Шукшина, Утверждающие, что тот был трезвенником, Не обманывают себя и других. Просто по мудрости своей природной. Сибиряки умеют видеть главное И забывать мелочи. К итогу отношения не имеющие. А главное запомнилось всем. Никогда не завершался он. Хотя он прошел большую школу спортивную, Хотя он, значит, не только прославил себя на ковре, на большом, Он прославил себя и на тренерском посту. Вот в то время, когда Иван возил команду на Олимпиаду в Сеул, На, значит, большие крупные соревнования, Мы смотрели, вот подсчитывали, Ни один тренер России столько не привозил золотых медалей, Сколько удавалось ему с командой. Вот из Сеула они привезли 8 золотых медалей с командой. Видимо, вот, знаете, это действительно талант был. Вот, но он ни разу как-то вот себя ни в чем не возвысил. Вот этим вот, видимо, он и замечательным остался. Потому так его и любят. Поэтому, да. Вот я говорю, вот, знаете, столько было регалий, столько титулов. Но он, если ему понравился человек, Он мог в одну минуту подарить кубок. Отдать свой кубок или даже медаль, Если жена его вовремя не остановит, То и даже снимет с себя костюм и борцовки, и кроссовки, И босиком уйдет. Вот такой был Иван. Раздавал все. Щедрым был не только на подарки. Он показывал, учил своим приемам других, Иногда соперников. Умница Медиашвили, тренер красноярский, Который его принял от Черкова, ругался. Но характер изменить не может и тренер. Хотя много он сделал. Для того, чтобы Иван действительно стал славой страны. Это он выкрал Ивана уже из вагона, Отправляющегося на Дальний Восток, Где было бы потеряно в армии, Для спортивной карьеры два года. И добился у краевоенкома особого режима. Уверил его, как когда-то Черков родители, Что Иван, слава Советского Союза, и тот поверил. Потом Медиашвили пойдет к председателю горосполкома За разрешением на регистрацию брака, Когда любовь накрыла штормовой волной Могучего богатыря, уже чемпиона страны, И тонюсенькую девятиклассницу, К родителям которых в Салавате, Медиашвили ходил ее сватать, А в Красноярске взял на себя таки ответственность за их брак. Писал письменное поручательство, И счастливым оказался брак, Как и спортивная и ерыгинская судьба, Которую неустанно творил Медиашвили, Потому что это была и его судьба. И, простите за высокий слог, Спортивная судьба страны. Нынешние зрители, просматривая хронику, Вовсе не задумываются, Что спорт – это еще политика. В Монреале было столько угроз Против советских спортсменов, И газеты так уверенно предсказывали, Что половина команды останется в Канаде, Что на церемонию закрытия Даже подумали советских спортсменов не выпускать. Москва разрешила. И тот флаг Советского Союза, Который поднимал на разных соревнованиях Или нес тогда в Монреале Иван Ерыгин, Был для него не просто праздничным спортивным атрибутом, А действительно государством, Которое он поднимал своими сильными руками. Человечеству следовало бы сохранить в памяти имена, Если не тысяч, То по меньшей мере сотен, Живших на земле людей. А на поверку оказывается, Без объяснений, кто и что сделал в жизни, Помнят немногих. Ну Христа, ну Магомета или Будду. Тысячелетия нас отделяют от них, И пройдут еще тысячелетия, Прежде чем в этом ряду появится хоть одно новое имя. Значит ли это, Что обыкновенный человек Умирает окончательно и бесповоротно? Думаю, что нет. И если я, Иван Ерыгин, Имею шанс уцелеть в памяти народа, То отнюдь не потому, Что я стал двухкратным олимпийским чемпионом, А постольку, поскольку в меру своих трудов Способствовал наращиванию красоты И силы человеческой. Наше бессмертие не в одних званиях и титулах, А в нас самих. В том, насколько полно мы отдаем, Что имеем. В церкви, которую начинал строить Иван Сергеевич, Вспоминаются именно эти строки из его книги. Он писал ее уже, Когда ушел с большого ковра. Сначала в главные тренеры сборной страны, Потом в президенты федерации спортивной борьбы. Узнавший бремя славы И бремя забот, Объехавший весь мир. Только в Японии 53 раза был, Где удивился тому, Что нет там детских колясок. Родители носят ребенка на себе, Чтобы заряжался он токами родительскими, Ощущал главную связь свою в жизни. Какими же токами питался он сам, Чтобы достичь этих высот И понять главную суть в жизни. Бессмертие в тебе самом. Умение отдавать. Всех мама нас покрестила, Или приглашала она бабушку, Какую-нибудь из соседней деревни, Или из нашей деревни. Проходили погружения. Или же приглашала батюшку из Минусинска. Приезжал батюшка, И крестили где-то на дому. Но когда она крестила своих детей, Приходили креститься еще и другие люди, Соседи. В общем, я не помню, Как она нас крестила, Потому что она нас крестила всех маленьких, Когда мы были маленькими. Но вот когда у нас уже дети появились, Значит, тут ее внуки, То она крестила, Приглашала из Минусинска. Всегда из собора. Батюшку, тот приезжал, И мама устраивала крестины в своем доме. В небольшом доме. Люди приходили, Просто и по 20, и по 30 человек, И вот крестились у нас дома. Вот. Организовывала это все мама. Иван был, естественно, верующим человеком, Так как вырос в семье у верующих родителей. Его мама, Евдокия Павловна, Была очень верующим человеком. Когда мы с ней познакомились, Мне даже показалось, Что она где-то фанатично верующий человек. Много позже я поняла ее. Поняла, как нужно верить, почему. Естественно, Раз Иван рос в такой атмосфере, Пусть он, может быть, Не так часто ходил в церковь, Но в душе он всегда верил в Бога. И старался всегда придерживаться Каких-то христианских традиций. Он с детства это все видел. И знал все великие праздники. Интересные очень праздники у нас проходили. Рождество, Пасха. Действительно, просто Вот сейчас мы вспоминаем, Мы вот так не можем Собрать К празднику Даже тот стол, Как собирали наши матери. У нас еще были в семье шесть икон. У мамы был отдельный уголок. У нее была горница, Где она вечерние молитвы читала, Утренние молитвы. И где мы тоже рядышком Иногда Ну, с ним вместе молились. Но, знаете, Вообще у нас есть старинная икона Святителя Николая. Та икона, Сейчас мы ее пытаемся отреставрировать, Той иконой Были, Получили благословение Про прабабушка, Про дедушка, Значит, И моей бабушке, И родители. И вот мы, Когда выходили замуж, И все братья женились, То мама с отцом Благословляли вот той иконой. И та икона действительно, Она, видимо, маме помогала. Она могла умыть икону утром, Встанет икона умоет. Мы просыпаемся, Она этой водичкой нас всех умоет, Побрызгает на нас. Если кто-то еще начнет морщиться Или прятаться, Она догонит, Еще вот так вот побрызгает, Побрызгает, И все. Действительно все выросли здоровые, Крепкие, сильные. Ну, наверное, потому что и она Всегда вместе была рядом с нами. Однажды вызвали Ивдокию Павловну в школу. Иван от прививки отказался, Как я сама ему не разрешила. Она считала то, что природой дано, Можно только хранить. И потому к Ивановым тренировкам Относилась спокойно, Но борьбу не совсем понимала. Одно дело стенка на стенку, Что в народе принято, Да и то по особым правилам, Вековым, человеческим. Другое – борьбе жизни посвятить. Ты бы, Ваня, бросил это дело, пока цел. Но однажды, Когда единственный раз, Побывав на турнире, Заплакал от жалости к его сопернику, Иван понял, Что жалость эта материнская Распространяется на всех. Может, потому И в своей семье Хотел иметь такую же, И ласковую, И строгую одновременно. И чтобы семья была такой же, Светлой, искренней и открытой, Как в своем детстве. С Наташей, Словно посланный ему небесами, Так и жил. С ума сходил. Так он любил детей, Что это, я не знаю. Уж когда Сережка родился, Это было, я думала, Он просто, Его сердце не выдержит, Этого счастья. Он в Америке был на Кубке мира, И прощались мы с ним, Он что-то на самолет не опоздал, А я где-то вот-вот должна была родить, А улетал 25 дней, Тогда какие телефонные звонки, Об этом не мечтали, Чтобы из Америки позвонить, На какие деньги, И вообще-то все это было. Ну вот он, Все распрощались, На дорожку присели, Аньку поцелую, И говорит, ну все, Я улетаю, Чтоб к моему приезду родила уже, Чтоб не было уже, Чего я буду мучиться там, Дойдет до лифта, Бросает сумку, Д говорит, нет, Ты лучше не рожай, Мы приедем, Уже вместе, Как-то уже мы там это, И вот так вот он бегал, Наверное, полчаса, Пока чуть самолет не улетел, Что рожай, не рожай, Как бы это где-то так, От меня зависело. Ну так получилось, Что телеграмму-то ему туда давали, Последнюю встречу, Они решили посвятить Рождению Сережки, Все в такой эйфории, Потому что все ребята, А, как раз Сослан, Ливан, Они только женились, Женились еще, А, или Сосланыч еще холостой был, И все чуть не проиграли. Он любил не только собственных детей, Все пристально вглядывался в юных, Любил новых входящих в спорт, Ожидая от них олимпийских рекордов. Борьбе не нужно много там места, Не нужно борцы, Пацаны борются и на песку, И где на пляже, Где у речки, Где возможно. Борьба такой вид спорта, Что он, наверное, Никогда не затухнет, Потому что это от корней. А вот что касается, Там, допустим, Массов таких видов спорта, Как футбол, Волейбол, То, естественно, Это, Ну, Большой сейчас идет, Как говорится, Урон нашей стране, Потому что мы, В общем-то, Да не только, Закрыли глаза на все это. Раньше я знаю, Что мы в всей деревне Строили стадион, Первенство района, Это было событие, Приезжали на Первенство района С бабушкой, Дедушки провожали, Встречали с победой там, То есть знали от, От малого до великого. Надежды на возрождение Вообще есть какие-то? Да, я думаю, Не будем же совсем умирать, Я думаю, Пройдут эти времена такие, Когда наступит, Наверное, Какое-то светлое, Да, Просто это, Наверное, Будет, Не может, Быть такого, Чтобы не было этого. Счастливой лентой, Надеждой Строились годы, В которых умещались Радости семейные, Спортивные праздники И будни, Выстраивались планы На будущее. Были мысли даже взять Какое-нибудь хозяйство В родных местах И вывезти его В передовые. Были уже конкретные шаги, Привлечь сюда, В СИЗО, В Москвичей. Столько здесь богатств, Перспектив, И казалось все возможным И посильным. Знаете, Вот когда человек Если ни во что не верит, Ему очень тяжело. Мама верила В Бога всегда, И когда вот Она была жива, Страшного ничего У нас не случалось. Наверное, Она молилась за нас, И, наверное, Действительно, Бог помогал Всем. Когда мама не стала, На сроковину, На поминках, Иван решил Строить здесь церковь. Это знамение времени, Это знамение возрождения Нашей России, Ибо Каждая Страна В мире Соблюдает Свои духовные ценности, А наша Тем более Должна соблюдать В силу того, Что Она носительница Веры Самой чистой, Самой святой, Которая непосредственно Дана нам От Христа Спасителя. Это место, На котором Мы Стоим Святым. Он еще Больше стал рваться В Сизуи. Считая Строительство Церкви Делом, Требующим Постоянного Присутствия. Последний раз Был в сентябре 97-го. А 11 Октября Случилось Непоправимое. 11 Октября 1997-го Года В автомобильной Катастрофе Погиб Двукратный Олимпийский Чемпион По вольной Борьбе. Чемпион Чемпион Мира Пятикратный Победитель Кубка Мира Трехкратный Чемпион Советского Союза Победитель Всемирной Универсиады Кавалер Орденов Ленина Трудового Красного Знамени Дружба Народов Знак Почета Президент Федерации Спортивной Борьбы России Член Бюро ФИЛА Заслуженный Мастер Спорта Заслуженный Тренер Советского Союза Почетный Гражданин Города Красноярска Почетный Гражданин Шушенского Района Иван Сергеевич Ерыгин Один из друзей В связях И злости От этого неожиданного Несчастья Обратился к священнику За что? Ведь один из самых добрых Лучших Честных Священник объяснил По-своему Конец света Приближается И это проявляется Не в том Что падет Явная Настоящая тьма На землю А в том Что с этой земли Уходят Как раз лучшие И самые светлые Наверное И над этим Заставляет задуматься Иван Ерыгин Своей смертью Как заставлял раньше Задуматься Что сила его Его вид спорта Борьба физическая Не может быть злой Именно потому Что он был добрый Открытый Любил жизнь Остался он В улицах Названных его именем В школах Спортивных И образовательных В турнирах В его честь На самолетах И кораблях Остался Иван Ерыгин Я очень благодарна Московскому правительству Юрию Михайловичу Конечно Ушко За то Что Они оживили Забытую Со всем деревню Построили В ней Прекрасную Школу Школу Закладывали Когда еще Был жив Иван Она была Должна быть Просто Образовательная Школа Ну Теперь Она Носит имя Ивана Она называется Московская Средняя Общеобразовательная Школа Имени Ивана Ерыгина Школа Со спортивным Уклоном Естественно Основное Предпочтение Школе Отдается В борьбе Лишь бы поняли Будущие борцы Главное До чего Дошел Сердцем Иван Чувствующий Дыхание Родины Как сказал Когда-то И согревающий Ее своим Дыханием Когда он Случайно Нашел Сроки Из Евангелия И настолько Они его Потрясли Что он Хотел Чтобы все Спортсмены Тренеры Дети Взрослые Прониклись Этими словами Любовь Долго терпит Милосердствует Любовь Не завидует Любовь Не превозносится Не гордится Не бесчинствует Не раздражается Не мыслит зла Не радуется Неправде А сорадуется Истине Все покрывает Всему верит Всего надеется Все превозносит И теперь Люди Приходящие В церковь Который Начинал Строить Он А достраивали Его друзья Могут Примерить Эти слова К себе Прислушаться К признанию Ивана Лично я Прочитав Эти слова Долго Терпит Милосердствует Не завидует Как никогда Остро Порадовался Тому Что мама Владенчестве Меня Окрестила Здесь можно было бы поставить точку в этой истории Если бы не болела душа за героя Теперь главного на этом берегу Церковь Для которой нет административной границы национальностей Принимает она на себя зов души прихожан И с левого Хакасского берега И с правого Шушенского На ремонте она сейчас Как тяжело больной Человек на сложной операции Потому что промерзает купол Протекают стены И стоять долго она будет в лесах Пока ищет священник деньги На эту дорогую операцию Проводя службы Внизу В маленьком зальце И хотя верующей душе Не обязательно наличие пространства большого Все равно обидно Что эта церковь Такая же Высокая Красивая Гордая Как сибиряк Являвшаяся символом силы России Так же беззащитна Перед земной жизнью Как и он Выстоит ли? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok